аллилуйя дорогие друзья приветствую вас во имя иисуса христа пусть бог благословит вас пусть божий мир войдет ваши дома ваши сердца пусть бог сейчас поговорить с вами бога есть такая уникальная возможность на всю свою мощь на все свое всемогущество прийти и спокойно поговорить с вами так что вы его можете услышать и вы его сможете понять если вы это захотите если вы откроете свое сердце для господа он обязательно туда много-много скажет поможет вам откроет вам все кто празднует пасху я поздравляю вас с воскресением иисуса христа и я хотел бы сказать что не один раз в году и не два раза на протестантской на православное на православную пасху христос воскрес христос воскрес однажды это факт и он теперь жив во веки веков в откровении второй главе иисус говорит в первой главе что я был мертв и теперь жив во веки веков и имею ключи ада и смерти если иисус жив значит он жив мы конечно вспоминаем пасху господню мы вспоминаем что смерть прошла мимо мимо тех которые приняли иисуса христа и она 3 17 говорит ибо не послал бог сына своего в мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него мир не может быть спасен через правильно выбранного президента через правильно выбранного политика или еще каким-то образом мир может спасен быть только через иисуса христа в которого надо поверить которого надо принять друзья я вот все кто сейчас верит все у кого такое знаете торжественное настроение вы верите что христос воскрес но вы не приняли вы не обманываетесь вы не думаете что вы с ним вы просто празднуете религиозный праздник но иисус он не религиозный праздник он бог святой чтобы вам иметь жизнь вечную с ним вам тоже нужно быть святыми и если у вас будут грехи и которые вы прячете которые вы любите вы никогда не будете спасены даже если вы говорите эти фразы религиозный христос воскрес вы никогда не будете с иисусом я просто говорю вам правду то как оно есть очень много верующих в аду потому что играли для того что потому что для них это был просто фан для них это был религиозный праздник я вам скажу что иисус заплатил самую великую цену поэтому мы не можем сегодня пренебрегать и грешить дальше единственное что ведет человека в ад это грех и вот с этим невозможно разобраться человеку без помощи иисуса христа поэтому бог послал иисуса христа больше он никого не мог послать это был первый единственный и последний шанс для нас поэтому все кто сейчас слушается я вас прошу намного глубже поразмышлять над этим намного серьезнее обратиться к иисусу христу иисус не воскресает на пасху а потом весь год умирая он он умерший в гробу лежит знаете в библии даже написано что он на третий день воскрес два дня лежал две ночи лежал в гробу а у людей он лежит целый год и на пасху они говорят христос воскрес а все остальное время что он делал восемнадцатый стих и она 3 18 говорится верующий в него не судится они верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божия уверовать в иисуса означает принять его доктрину для своей жизни отвергнуть всякую чушь и всякую ложь про эволюцию про про всякую мистику полностью поверить библии полностью поверить слову его что он говорил принять его в свою жизнь и не сделать это один раз а постоянно каждый день иметь живое общение с ним друзья прежде чем я еще начну проповедовать я хотел бы обратиться ко многим людям и сказать бога невозможно понять душой это неправильный подход к богу без откровения которое дает святой дух бога понять невозможно вот почему никодим придя к иисусу не понимал его он не понимал его он знал что иисус это больше чем он понимает иисус говорит правду ну что он говорит непонятно он говорит на его одном языке но непонятно почему потому что дух еще закрыт потому что иисуса надо принять в иисуса надо поверить библия написано что бог есть дух а не душа и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине а что такое значит поклоняющиеся это означает те, кто встречаются с Ним, те, кто любят Его, вот те и поклоняются. Ты не можешь душою, ты не можешь аналитически понять Бога. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, но дальше которых ты не сможешь продвинуться, потому что душа дана была человеку для общения с человеком, и с животными, и так далее, но не с Богом. Бог есть дух, и в человека он поставил тоже свой дух. И Библия говорит, что у человека есть дух, душа и тело. И поэтому в духе, с помощью святого духа, мы понимаем Бога через откровение. Вот почему многие люди задают вопрос, почему мне Бог не понятен, почему так все сложно, почему так все непонятно, потому что для этого нужно судить духовно, нужно с помощью святого духа, которого не видно. Но мир его не может понять, потому что не знает его, не видит его, не чувствует его. И неудивительно, потому что он святой. Потому что он святой, дух святой, святой. Итак, тема проповеди будет называться «Видимая вера». Саму веру, вот смотрите, человек, если перед вами стоит, вы не можете увидеть, если, конечно, вам Бог не откроет сверхъестественно, вы не можете увидеть в человеке веру. Есть ли у него глубокая вера, есть ли у него живая, божественная вера, настоящая, либо ее нет, вы не можете увидеть. Но по тому, как он действует, по тому, как он говорит и ведет себя, вы можете определить, есть ли у человека вера, о которой Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Есть ли вот эта библейская вера в жизни человека. Итак, тема так и называется «Видимая вера». То есть вера, которую видно. В Луки 5, 17 мы будем читать одну историю, где Иисус, Он обратил внимание на видимую веру людей. Однажды, когда Иисус учил, рядом сидели фарисеи и учители закона, которые собрались из всех селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. С Иисусом была сила Господа, чтобы исцелять больных. И тут пришли несколько человек, неся на циновке парализованного, и пытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но из-за толпы они не смогли это сделать. И тогда они поднялись на крышу и, разобрав черепицу, опустили парализованного на циновке в середину толпы, прямо перед Иисусом. Друзья, человек был парализован. Он сам ничего сделать не мог. И написано, тут пришли несколько человек. Были это инвалиды, которые исцелились, бывшие. Были это его какие-то друзья, знакомые или родственники. Знаете, вот родственники, у кого есть инвалиды. Вы бы, я знаю, вы очень хотите, чтобы ваши родные получили исцеление, но вы не верите, что это возможно. Поэтому вы никогда не сможете увидеть чудо, потому что Бог бессилен, когда человек имеет неверие. Неверие – это вера в негативное. Неверие – это та же вера, только вера в обратное, вера в негативное. Но что сделали эти люди? Мы не знаем, кем они являлись. Они взяли этого инвалида, парализованного, и пытались его внести в дом. Они пытались. Что, дорогой друг, ты сегодня пытаешься сделать? Что? Что ты хочешь сделать сегодня? Какой подвиг? В Библии говорится, в Исаии 53 главы, что Иисус, взирая на подвиг души своей, будет смотреть с довольством. У Него удовлетворение, когда Он смотрит на пройденный путь креста, на жизненный путь, который Он прожил, служение, которое Он делал. Он наслаждается теперь. Написано, Бог воскресил Его из мертвых и посадил рядом, с правой стороны. Иисус Христос сидит рядом, с правой стороны Отца. И Отец, Бог Отец, сказал Своему Сыну, «Сиди, Одесну и Меня, ничего не делай, не служи. Сиди, доколе Я положу врагов твоих в подножие ног твоих». Мы знаем, что тело заключается так. Есть голова, главный орган, и есть тело. Мы знаем, в Библии говорится, что Иисус – голова, а мы – тело. То есть указывая косвенно, указывая, что теперь работа церкви. Голова отдыхает, тело работает к ногам, к ногам Иисуса. Это означает, к телу Его, к церкви враги будут положены. Все, кто возвышаются над верой в Бога, все, кто возвышаются и пытаются остановить движение Святого Духа и опорочить имя Иисуса Христа – это враги. И они будут лежать у ног. Иисуса Христа – у ног церкви. Потому что сила вся у Него. Не у людей этого мира, но у Иисуса Христа. И если это сказал Бог, скажите, это можно как-то изменить? Может это не произойти? Вы увидите, когда все враги будут лежать, не сидеть, не стоять. Стоять никто не будет. Перед Богом имеет право никто стоять, если Бог не разрешит. Будут лежать, враги будут лежать. И так Иисус сейчас отдыхает. Иисус смотрит с удовлетворением. На свой подвиг. Дорогой христианин, дорогая душа, верующая в Бога, когда ты проживешь свою христианскую жизнь, у тебя какие будут удовольствия? На что ты будешь смотреть с удовольствием? Что ты сделал для Бога героического? Вот мы знаем, в Евреях 11 главе мы читаем о героях веры. Герои становятся через подвиги, через какие-то поступки. Героями не рождаются. Все одинаково рождаются, но кто-то становится героями потом. И в Библии написано, что благодаря вере можно стать героями. Благодаря вере вы будете жить, наслаждаться. И когда вы повернетесь и посмотрите на прожитую жизнь, у вас будет удовлетворение, у вас будет удовольствие. Почему многие верующие решены этого? Почему они не смотрят на эту ничтожную жизнь, говорят, Господь, забери меня? А секрет весь в том, что у вас нет веры. Если у вас есть вера, у вас есть победа. А если у вас победа, представьте, да? Мы знаем, что шла война, Вторая мировая. Шла, несколько лет шла, уносила жизни. Каждая война уносит жизни. Приносит ущерб, боль, утрату, слезы, горе, безотцовщина, инвалиды и так далее. И вы представьте, посреди вот этой всей серости, вот этого посреди всего зла и печали, вдруг приходит такая душераздирающая новость. Победа! Вы просто представьте, одно слово, которое переворачивает жизнь любого человека. Победа! И все орут. Все орут. Победа! Послушай, Евангелие и заключается в том, что это новость от такого уровня. Когда победа совершилась, и вы, дорогие друзья, имея веру, вы будете жить в победе. Вы будете, знаете, когда победа, тогда наслаждение. Даже вы поиграли в футбол, вы забили больше голов, вы уже чувствуете, вау, мы победили. Или вы за кого-то там голосуете, там, давай, давай, давай. И там ваша команда победила, или кто там, вы уже рады. Вера приносит победу. Если у вас вера слабенькая, это не проблема Бога. Это не ответственность Святого Духа. Это ваша самая прямая ответственность. Если вы живете в печалях, вы живете в тупиках, это говорит о том, что вы пренебрегаете Словом Божьим. Пренебрегаете Словом Божьим, соответственно, у вас приходит депрессия, у вас приходит печаль, у вас приходят проигрыши. И вы сваливаете все на дьявола. Ну, конечно, дьявол во всем виноват. Понятное дело. Но кого-то он тренирует, и кто-то становится сильнее. Потому что атаки, когда идут от дьявола, знаете, надо уметь защищаться. Ты хоп такой, и уже вооружение одел. Представь, ты уже одел вооружение, а потом ты и научился еще сражаться с этим вооружением. Представь, какого уровня ты достиг. Я не говорю, что слава Богу за сатану. Ни в коем случае. Но Бог-то его специально не убрал. Чтобы ты стал сильнее. Без Голиафа мы бы никогда не увидели бы Давида Великим. Никогда бы не пели вот эту песню девушки, знаете, хороводы. Никогда бы не плясали. Саула тысяча, а Давиду десятки тысяч. Представьте, стаж Давида, 15-минутный стаж, и стаж Саула, царя, который там уже был в боях. И какая была разница? А почему? Потому что у одного была вера, у другого нет. Так тема и называется. Видимая вера. Все вот это послание, даже сама передача называется, вера в действии. Ваша вера всегда будет видна в вашем действии. Если вы негативное говорите, это говорится о том, что у вас неверие. А неверие – это вера в негативное. Деструктивная вера. Есть созидательная вера, когда вы исповедуете Слово Божье. Мозг не понимает до конца, как это произойдет. Но вы говорите и цитируете Писание в свою жизнь. Вы говорите это. Пока у вас еще настраивается и душа, и воля, и ваш дух, и тело, тело тоже должно в это поверить. Тело тоже должно быть свободно. Итак, мы читаем, что из-за толпы они не смогли этого сделать, принести к Иисусу этого инвалида. Знаете, всегда будет препятствие. Ваша вера никогда не будет работать в хороших условиях. Знаете, офис, кожаное кресло, такое мягкое, прямо по вашему телу. Такой, знаете, компьютер, Apple, знаете, такой самый крутой, самый там быстрый. Вы сидите, вы только там звоните, отдаете приказы у вас, так все круто там. У вас мега служение такое. И вас прям так привозят, знаете, на лимузине, к церкви, выходите, 15 минут сказали, все спаслись и исцелились. У вас такого не будет. Может и быть, кто знает. Но дело все в том, что вера будет сталкиваться с такими ситуациями, с которыми бы вы не хотели сталкиваться. Это будут такие страшные ситуации. Дискомфорт. Вера всегда сталкивается с дискомфортом. Всегда. Скажите, Иисусу было комфортно в Гефсиманском саду? Он же знал Отца. Ангел пришел, утешал его. Моисей с Силей пришли и говорили с ним об его исходе. Они говорили, как будет церемония твоего распятия, что ты будешь должен. Ты должен будешь умереть и как грешник, не как святой, как грешник, пойти в ад. Иисус стал самым большим грешником, друзья, потому что он взял грехи всего мира на себя. Не сделав ни одного греха, стал отвечать за все грехи и преступления от Каина до первых людей, до самого последнего человека. Иисус взял все грехи на себя. И глупо не отдать ему свои грехи, потому что только он может за них заплатить. Вы не в состоянии. Поэтому, если у вас есть грехи, а они у вас есть, срочно бегите к Иисусу. Срочно кайтесь и говорите, Иисус, прости меня. Я отдаю тебе всю свою жизнь. Греховый... Все. Все. Сотри с меня память моего греховного тела. Я вам скажу, что многие верующие, многие люди, которые веровали в Бога, у них есть память, у тела есть память. И тело, когда грешило, оно запоминает это. Или это был блуд, или это было воровство, или это было пьянство, или наркотики, или еще что-то, вранье. Тело ваше это запоминает. Грехи, которые делают. И когда вы уверуете, может такое произойти, что вы где-то остынете в развитии, вы остановитесь. И тело ваше будет напоминать вам внутри. У вас память, вот это, кот вот этот, вот запьет. Гены греха. И поэтому вам нужно молиться, чтобы туда зашел Святой Дух и генетически стер этот кот, стер, чтобы не глубоко в памяти, нигде не осталось даже в подсознании вот этого грешного наслаждения. Вам нужно заменить на наслаждение, которое дает Бог. Итак, Иисусу надо было поверить, ему, он тоже переживал дискомфорт, он тоже принял вызов, его вера приняла вызов. И он принял этот дискомфорт, он был в дискомфорте, ему было неприятно, он ерзал, он говорил быстрее, он даже Иуде говорил, быстрее давай делай, свой грязное дело. Быстрее давай, иди там, стучи, говори там, так далее. Быстрее, он уже хотел это быстрее, чтобы быстрее закончилось вот это тягомотино все, мучение. Потому что он был в человеческом теле. И ему нужна была вера, и у него она была. Итак, наша вера никогда не будет сталкиваться с такими приятными условиями. Все, вы только говорите, и у вас такая, знаете, зефирная вера. Ваша вера будет сталкиваться с безденежьем, с болезнями, с проблемами людей, с отношениями с людьми, Совсем будете с дьяволом, который будет врать вам, прямо в вашем разуме будет говорить вам гадости, и вы их будете слушать. И ошибка, когда вы начинаете это слушать радио. Радио 666. Никогда не слушайте такое радио. Выключайте. Вам нужно слушать Слово Божье. Вот вы едете в машине, да, и вы вправе выбрать любое радио. Вправе. Вы вправе мирскую радио слушать, мирскую музыку и кайфовать под мирскую музыку, вспоминать. Но не удивляйтесь тому, что вы потом не будете слышать Бога, у вас не будет веры, вы будете в депрессии, у вас будут тупики, у вас будут вопросы, дьявол вас будет мучить. У вас есть право, например, включить прославление. А чего прославление включать? Вам нужно и такое красивое. Нет, вам нужно себя дисциплинировать и тренировать в том, чтобы прославлять Иисуса. Я скажу, для чего Иисус воскрес в нашей жизни. Конечно, чтобы спасти. Для чего спасти? Он пришел это сделать для себя. Он все делает для себя. Он тебя создает для себя. Он умер и воскрес для себя, чтобы тебя приобрести. Ему это не надо было. Пасха не нужна Богу. Пасха нужна нам. Потому что в Пасхе есть средство. Это кровь. И она спасает. Она очищает. Богу не нужна кровь. Он Бог. Он безгрешный. Он всегда святой. Он всегда будет жить хорошо. Это было нужно нам. И нам нужно средство это использовать. И для этого нам нужна вера. Вера нам нужна для того, чтобы получить свое спасение. Вера нам нужна, необходима для того, чтобы общаться с Богом. потому что это не душа, это не человек. Бог это не человек. Бог есть дух. Бог есть Бог. Ни один разум не может понять его. И если он тебя не позовет, ты его никогда не узнаешь. Вера нам нужна для того, чтобы жить и побеждать в этой жизни. Потому что у вас есть сила, но еще есть сила в этом мире. Она может преодолеть вас. Вот почему Павел говорит, не игнорируйте дьявола, а примите все оружие Божье. И противостойте ему твердую веру. А я думал, что Иисус победил дьявола, и теперь я его как футбольный мячик пинаю. Он тебя может пнуть завтра в понедельник. Ты узнаешь какие-то определенные новости. И сегодня ты крутой и в церкви, и в воскресенье, а завтра тебе он пнет и посмеется. И тогда ты узнаешь, что нельзя было пренебрегать духовным оружием. Нельзя было пренебрегать мечом духовным Словом нельзя было пренебрегать щитом. Надо было защищаться. Брать щит веры и защищаться, чтобы не попали в тебя стрелы лукавого. Если они не попали в тебя, это говорит то, что ты не использовал свою веру. И если в тебя попала горящая стрела, то ты загорелся. Мало утешительного, если христианин горит. Если у него гомки в голове уже пошли. Давайте читаем дальше. Луки 5 19 и дальше. Когда Иисус увидел их веру, другие могут не заметить, другие могут сказать, что вы делаете? Это преступление, это вандализм. Что вы делаете? Зачем вы идете на крышу и разбираете эту крышу? И написано, когда Иисус увидел их веру, он сказал больному, друг, прощаются тебе твои грехи. Фарисеи и учители закона подумали про себя, кто этот богохульник, кто кроме одного лишь Бога может прощать грехи. Узнав, о чем они думают, Иисус ответил им, что у вас за мысли, что легче сказать, твои грехи прощены, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и тут Иисус обратился к парализованному человеку. Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой. Тот сразу же у всех на глазах встал, взял то, на чем лежал, и пошел домой, прославляя Бога. Всех охватило изумление, и они прославляли Бога. Объятые страхом, они говорили, невероятные вещи видели мы сегодня. Представьте, люди увидели невероятные вещи. А у меня такой вопрос, логичный вопрос. Без вот этих вот людей, у которых была вера, народ увидел бы вообще эти вещи великие? Нет. Написано, Иисус, увидев веру этих людей, проявился как Сын Божий. Я хочу, чтобы из всей проповеди, что вы сегодня слышали, чтобы вы услышали. Видимая вера ведет вас к подвигу. Определенный подвиг это препятствие. Это бывшее препятствие. Это какой-то тупик. И все герои веры, они встречались с тупиком. Они встречались просто с нереальной проблемой, с нереальным Голиафом. И он стал героем. Даниил встретился с нереальной проблемой. Бог даже не спас его. Его бросили в клетку со львами. А львы не кусаются? Почему? Вера. Вера Даниила. Скажите, других людей, когда кидали в клетку ко львам, их кусали львы? Или тоже сидели, мяукали? Говорили, ложись. Ночку по спинам, не, на моей гриве. Они сжирали их просто. И когда те охранники, которые кидали туда, Даниила, да, написано, когда царь все понял, всю аферу, всю зависть, все это хитрость, плетенный план, он сказал, вот этих охранников, которые кидали, их киньте в ров ко львам. И написано, что когда они летели в ров ко львам, они еще земли не достигли, а львы их уже съели. Вот какие страшные львы будут ждать вас. Но если у вас есть вера, у вас есть победа, у вас есть подвиг, помните, что вера дана вам не для того, чтобы дойти до неба, да, она дана вам, чтобы совершить подвиг. У вас должен быть в жизни подвиг. Должен быть, обязательно, благодаря вере. И Бог вас будет тренировать, если вы вступили в его ученики, в ряды его учеников. Если вы просто прихожанин, вы просто приходите с людьми пообщаться в церкви, приходите просто, не знаю, для чего приходите. Ну, конечно, может быть, это слово и не для вас, но вы тоже можете послушать, тоже можете измениться. Из прихожанина стать, знаете, из болельщика стать игроком всегда возможно, всегда возможно. 60-100 тысяч людей могут болеть, но только там сколько, 22 человека играют, понимаете? Вот так, реальность такая духовная. Поэтому будьте игроками. Вам дана вера для того, чтобы побеждать, не для того, чтобы плакаться, чтобы вас поддерживали, постоянно поддерживать. Что вы такой хрупкий? Вы же с Богом, вы же верите в Бога. Что вы такой нежный? Что вы, вот вы такой, знаете, вы падаете, ааа, держите меня. Я не понял. вы солдат Христа или, или, или что. Пусть вас вдруг святой утешит. Даже если у вас есть вот такое, знаете, ааа, ну, падайте в присутствие Божье, там, исцеляйтесь. Аминь. Пусть вас Бог благословит.